всем привет меня зовут екатерина тема урока словообразование имен существительных начнем с простого и вспомним что такое имя существительное это самостоятельная часть речи которая обозначает предмет и отвечает на вопрос кто или что часто встречающаяся часть речи поэтому словообразование представлен достаточно богато и по богатству способов образования имя существительное обошло другие части речи у него самый большой список способов словообразования но это не должно вас пугать потому что они все достаточно легко устанавливаются и определяются естественно наиболее используемые способы это морфемные способы то есть те слова которые образовались при помощи приставок или суффиксов ну давайте собственно начнем с них с помощью приставок у нас можно выделить четыре способа словообразования имен существительных первым является фиксальный способ это то существительное которое образовалось от другого слова при помощи суффикса естественно футболист слово образовано от слова футбол при помощи суффикса ист указывающий на род деятельности приставочный способ тот способ при котором наше существительное образуется от другого слова при помощи приставки ну например беспорядок образовалось от существительного порядок при помощи приставки без приставочно-суффиксальный способ где мы можем установить слово от которого образовалось поняв только что отбросить нужно и приставку и суффикс и только при помощи сразу двух морфем образуется новое слово. Например, в слове безработица мы не можем отбросить только приставку, будет слово работиться, нет такого, или отбросить только суффикс it's, у нас будет безработа, это тоже отсутствующее в русском языке слово. На этом этапе мы должны понять, что слово образовано и при помощи приставки без, и при помощи суффикса it's от слова работа. Ну и бессуффиксный способ словообразования это способ, при котором усекается суффикс в исходном слове и получается новое слово. Например, перенос, это существительное образованное от глагола переносить, где суффикс глагольный и отсекся, и осталось новое слово, обозначающее процесс в целом-то действия, но только выраженное теперь уже существительно. Вот четыре основных способа. Я не буду вас радовать и говорить так это звучит ужасно, я не буду вас радовать, не буду, что я не хочу, но не буду обольщать вас тем, что на этом мы закончим, и вот только эти четыре способа. Есть еще. Но вот это самые распространенные, большинство слов в русском языке образовано одним из этих способов. Что следует знать о бессуффиксном способе? Он присущ только имени существительному, никакая другая часть речи при помощи бессуффиксного способа не образуется. Ну нет такой возможности. Мало того, еще видите глагол, как обворовывает существительное при помощи этого суффикса. Также уникальным способом словообразования появились и так называемые сложно сокращенные слова. Это существительный тип спорт, площадка, где сложно сокращенное слово от словосочетания спортивная площадка. Или пошли еще дальше, как в слове вуз, высшее учебное заведение, было вполне себе замечательное словосочетание из трех слов. А теперь это вот аббревиатура, часто использующаяся, спокойно склоняющаяся, кстати. Ну туда же пойдет и знаменитое ЕГЭ, и СМИ, и еще много сложно сокращенных слов. Но тут тоже только существительное может этим похвастать. Любая другая часть речи, к сожалению, таким арсеналом не владеет. Как научиться определять способ словообразования? Вот мы будем дальше говорить еще о некоторых способах. Давайте так остановимся, чтобы это был разговор уже как минимум профессионалов, которые понимают, как определять этот сам способ. Мы возьмем с вами для разбора слово супергерой. Вполне себе используемое, распространенное в наши замечательные времена, когда такое разнообразие в кинематографе, вот такое слово супергерой. Каков же алгоритм определения способа словообразования? Мы записываем слово в начальной форме. В нашем случае все будет именно так, супергерой. Это начальная форма, потому что единственное число и именительный падеж. Затем устанавливаем лексическое значение, определяем слово, от которого образовано. Супергерой – это какой-то сверхгерой, это самый-самый герой. Значит, это слово образовано от слова герой, просто герой. Понимаем. От слова герой. При помощи чего появилось новое слово? Было герой, стало супергерой. Присоединилось супер. А что такое супер? Это приставка. Вопреки некоторым ошибочным мнениям, это не корень, это приставка. И тут мы начинаем понимать, что наше слово образовалось при помощи приставки. Способ словообразования на поверхности. Приставочный. Исходя из этого, мы понимаем, вот у нас исходное слово герой, и вот получившееся супергерой. При помощи приставки супер, значит, способ словообразования, приставочный. Согласитесь, алгоритм достаточно прост. То есть, наверное, очень сложно допустить ошибку в этом случае, но всегда на этапе определения лексического значения будьте внимательны, постарайтесь понять, откуда это слово появилось, с чем оно связано по значению. На самом деле иногда через толкование и объяснение значению слова вы легко приходите к тому, от какого слова оно образовано. Важно для правильности словообразовательного разбора всегда уметь определять словообразовательную пару. Это те два слова, которые, собственно, идут в нашей словообразовательной цепи. То слово, которое мы, условно говоря, должны определить способ словообразования, называется производное слово. Это слово, образованное при помощи морфема какой-то. А слово, от которого оно образовалось, называется производящим словом. Ну, то, которое даст плоды для нового слова. В случае со школой школьника. Школа – это производящее слово. Это такая исходная часть, основа. А школьник – это уже производное слово, то, которое образовалось при помощи суффиксаник, суффиксальным, соответственно, способом. Движемся дальше. Поговорили про самые распространенные, но есть еще и те способы образования имен существительных, которые, скажем так, называются сложными. Они образовались путем сложения. Здесь тоже несколько разновидностей. Это сложение без соединительной гласной, например, в слове «сбербанк». Соединительной гласной, у нас их две в русском языке, либо «о», либо «е», например, «снегоход». И сложение плюс суффикс, где и корни сложились, и еще суффикс появился, чтобы у нас появилось новое название, например, соковыжималки. В этом вся, наверное, скажем так, трудность состоит, что нужно понимать, от чего же образовалось слово. Единственное, о чем еще хотелось бы сказать дополнительно, существительные еще и могут образоваться путем перехода части речи из одной в другую. Я, конечно, не хочу вас очень сильно грузить, вы об этом узнаете сильно позже, но слово «мороженое», например, образовалось путем перехода, потому что когда-то это было от глагольное прилагательное, а потом появилось наше любимое лакомство, которое мы стали называть просто «мороженое», и это стало существительным. Та же участь постигла, например, в столовую, в которую мы регулярно ходим в школе, где тоже прилагательное стало существительным. Это не морфемный способ словообразования, не часто проявляющий себя, но знать для общего развития, наверное, тоже очень важно. На этом у меня все. Спасибо и до встречи на следующем уроке.